стартерский гир был чем стартовала на нем 0 8 процентов этой идеи ну то есть можно сказать на нем никто не стартовал вот после изменений для стартера это сейчас вообще имба сейчас все четыре лабы стартерские вообще полноценный то есть как лик стартер у него вообще есть все получается куча дипса импейла форта за счет этого экономить и поинты или вы освобождаете линк и ставите полноценный более один опять же плюс гипс будет адреналин это clear дипс дефенс и это тоже и дипс и дефенс и в сумме получается сейчас вот эти все лабы стартерские это просто имба потому что раньше ты всегда жертвовал либо чем ты мог этим выходя сюда ну ты значит терял гипса и то есть по итогу до форты было тянуться далеко и какая-то лаба терялась и когда ты играл на full физ импейла ты ты не мог скипать раньше не это потому что это давало и бесплатный баннер до старый и аура эффект это и дефенс и дипс еще и с энергия старого баннера дред баннера то есть по итогу ты не мог потому что у тебя вот это и вот это лаба имба и вот это лаба имба и форта имба и блять и это и по итогу чемпу надо было играть вот так старому че то есть ему нужно было 5 лаб но вы не могли взять 5 лаб потому что вы были стартерский кир по итогу а сейчас вот они все четыре которые должны быть зачем это форта через где было тянуться чуть ли там изменили чуть поднерфили но это все фигня сейчас дали эндюры эндюры апы это сумме то как бы получается изначально чемпу его да понерфили но не сказать что его убили просто ажиотаж стал нагладой на слейра потому что другие изменения и инфы было мало по чемпу из-за этого ну все подумали что это как бы фигня но вот видите я же стартовал на этом гире может и а даже один единственный но я им за 20 часов закрыл 10 вообще просто я себе знаете какую задачу ставил в этой лиге все которые карабты у меня были на красных картах вообще все карабты кроме кроме физрефлекта я только не мог бегать я закрыл все вот если специально в этой лиге поставил такую задачу смогу ли я закрыть весь красный атлас красный со всеми карабты кроме физрефлекта ну потому что его на старте не законтрить и прикиньте закрыл не было ни одной комбинации чтобы мне блочили даже если мне блочили лич или реген то я эту мапу просто скипал я ее бежал то есть я не прожимал бладрейт чтобы не гениться я не делал удары и за счет марки и плоского лича потому что плоский лич тебе не заблочит не блок лича не сниженный лично и даже если тебе выключат вообще все плоский лич он всегда будет работать с добре росли коготь до плоский или в очереди с в очереди света лететь плоский лич либо смарт все бежал до босса и чисто закрывал босса и да у меня допустим там не было ни лича не маны не вообще ничего не было лютые когда карабты доставил портал ну бывало риппала но задачи от других ставил и вот за счет даже вот этой паучер марки я мог вообще лютые моды закрывать вообще который никто бы фактически наверно из миликов бы ну ладно кто-то бы тоже бы закрыл но суть в том то что гиру ломали его а так как это блэд шторм и у него бьют все 4 шторма и это как получается с энергией не один бьет то есть на 1 то есть 4 3 атаки то есть получая бьет 4 то есть мы спокойно можем умножать 4 умножать тогда возьмем на 4 16 и теперь 16 можем умножить на 40 то есть 640 это даже мне кажется мало потому что я афк стоял стартерском гире я могу стоять шепер луче афк и он меня не может сдегенит а я же еще хотя не может да то есть ведь инстант лич и вот плоский лич который сполчер марки и короче в сумме получается вот этот чел у которого нету какого-то про это базовая вот базовая ветка он может стоять шейперу че то есть когда он лечит у него вообще счет никому может шот ну да но я имею ввиду с точки зрения лишь здесь просто сумасшедший и он дополняет который не опять же не отображает и в некоторых местах когда я стоял зажатый афк и я такой думал нормально не читающий вообще не чем по именно с марка и плюс фрэнзи чаржи состояние все если он сустенит я их ставлю они всегда у него вообще потому что тут сустейн фрэнзи чаржи сумасшедший ну короче по итогу дойдя до акведука и когда сандер азвакнулся на этот гир потом я по моему ходил в подвал и минут на 10 буквально 15 купил у них топор синдвиг то вам его называется и когда я вышел в акведук рарники стали отлетать как белую мобу я такой думал ничего тут гипса я тестил на лиге без а по этот скилл тоже апнули он уже тащил люто тащил но он не дотягивал для до старых каких-то других миликов а так как сейчас в этой лиге изменили да это темы освободили и сейчас у нее и линки стали влазить спокойно 3 линка ничего там не надо свапаться на вторую пушку чтобы стакать себе адреналин то и сейчас и линки влазят все вообще стало все влазить лабы раскидали все четыре все это импа то есть дипс дипс дефанс потому что ну тут армор это дефанс но по факту это тоже дипс потому что ты не тратишь вложение форту и либо ты освобождаешь полноценный какой-то линк то есть по сути это тоже ты берешь когда это это тоже получается и дипс и дефанс получается это тоже и дипс и дефанс еще и clear и это получается и дефанс и дипс то есть получается все четыре лабы это дипс дефанс и clear и все мелкие опять же вот тут тоже мелкая вообще дает вот это ну-ка да даже мелкий то есть опять же мелкие вот эти поинты это тоже дипс потому что тут шанс и пейла то есть дипс дефанс дипс дефанс дипс дефанс мелкие поинты и тут до дипс и то есть еще и даже четыре все мелкие поинты они тоже полезны потому что это и дипс и дефан замерфили антистан ну ты его здесь взял зато лабу раскидали и у тебя сейчас четыре просто имбова лютых лабы и как лик стартер если ему подобрать нормальный скил то как лик стартер пушер он просто вообще лютейший ему равных нету слэер вообще его даже не догонит не поймает стоит взять адреналин все слэер будет далеко глад тем более ну и джак тоже тем более то есть по итогу для софта вот это сейчас просто как для первых дней это просто лютый чел я был вообще в восторге насколько получилось круто у меня стартануть атлас закрыл весь за 20 часов в пяти линке я был шести линке а уже одевал когда там прям вообще я уже чуть ли не весь атлас закрыл и когда уже выходил в боссов там шейпер ну то есть уже не который на 2 в очто на который следующий вот потом понятно что пушку заменила так вот ну то есть весь гир это вообще первые сутки делает даже лучше его можно скорее всего тут такие шмотки кольцо на два суффикса свободных тут суффик свободный тут два префикса свободных тут два суффикса свободных ну то и на топоре нету ну никаких других модов там не д д д ну то есть вообще это реально старте все что тут есть до вечер но его потом можно купить на вторую второе наверное сутки если то есть вот не ничего тут нету вот это лютый чел бы видос я хотел с него и все и все линке влезли и тут и быстрый лип слоя моменту астер атак то есть лечи тут лечь оверли ой нету оверлич а не оговорился это не слоя просто обычный вещь инстант лечь и лечь этот все и может шейпер лучше стоять он его чуть-чуть дегенит но буквально стоит одну фласку хп прожать и этого хватает чтобы пережить весь дот шейпера который луч шейпера ну то есть он здесь тащит даже не то что у него какой-то высокий а вот здесь настолько получился лютый лечь что я когда встаю в шейпер лучей такой дуба ну нормально ну то есть шейпера слэм он тоже танчет и шейпера луч он может стоять афк но это как бы не уж не главный показатель вообще я просто рассказываю бонусом и то есть короче я удивился с этого гира и даже если сравнивать с допустим когда я стартовал вы старым бон шаттером слэером он очень тоже клинит хорошо потому что тут уже в последних там лигах импак потому что ну много ренджа я ему там разгонял и вот сравнивал я слэера и чемпо когда бонник там был ну хороший стартер и то получается на соло цель этот скилл удобней и лучше раза в три и даже дипс когда будет старый бонник да там с тотемами был там ляма 3 то этот скилл выдает лучше и даже если фармить гвардов я гвардов с такими закрывал воду модами я даже удивился потому что скилл с его выдает шторм и за счет а бонник он был вообще неудобный то есть ты стоишь и бьешь ты все плюхи собираешь себя бьешь постоянно 7 молтен шелл активируешь и вообще ты не своего и вроде как цифры по побу дефанс нормальный но когда тебя начинают миссии ты не можешь это все перри где генит потому что у тебя нету такого состояния не такого стартере дефанса но когда типа да ты там был надут и там на мапа от темы поставил берсы поставил да у тебя но когда ты начинаешь закрывать боссов у тебя нет никаких не надувок а у слоя в основном все надувки это только маппинг а когда он выходит на босса слэр на бон шаттере то вот там начинается там начинаются проблемы что-то не то это не то и ну короче свои плюсы до свои минусы это нормальное явление но то есть по итогу реально я даже местами вывел для себя что даже лучше лучше был старый пони который там на своей ригу мог пуши я вообще просто был в восторге в баке сары игры сагведука был в восторге вот такой был ликстартер тестил я его на стд и в плохом шмоте и более хорошим без тестов я бы не выявил бы этот скилл никак вообще никак я его не играл на нем пять пять лет года три-четыре я когда его там тестил давно но это был какой-то так что-то акты я на нем бегал то есть это просто случайно я его выявил я собирал в прошлых лигах чем по на по моему на бон шаттере да и просто я каждый скилл который вообще есть который мог санергировать моей сборкой я просто засовывал в основе линк плюс-минус менял какие-то поинты и просто тестил бежать до минотавра и вот из всех самый последний вот этот показал себя так что я даже вообще удивился как так как тут вообще дипс что-то рассчитывает что их натуре 4 что ли бьет они один и то есть вот по итогу не знаю либо атака либо блэдштор но мне кажется скорее всего блэдштор потому что ну на атаку 6 лямов вообще без гира 6 лямов но это слишком жирно то есть скорее всего вот блэдштор мы их 4 то есть это нормально 3 ляма без гира с лютым клиром с лютым ауе с лютыми сустейнами с нормальным дефенсом и вообще то есть без гира это это имба все что тут наверное у меня дорогое было я сразу делал хорошие фласки точнее я их не делаю их куплю чтобы ну смысл я думаю сейчас делать мне скидывать меньше там на 3 диво в недофласке что потом опять них менять и по итогу у меня там дик стартер получился только фласки я делал сразу на три заряда там с хорошими роллами и то есть у меня фласки в основном сожрали куча валюты я их сразу делал не как стартовски а остальное весь гир там с пола пол гира я нашел с пола пол гира я сделал с синдиката все вещи у меня были лучше и топор кстати да даже у меня был лучше я его с синдиката сделал то есть по итогу все что было я купил только фласки джевел watcher и по моему шестилинг тушку и что-то еще там докупил ну то есть фигня там пару эссенции нам слот кинул и вот то есть стартер был прям лютейший ну вот видос начал с него так что если не изменят то вообще на следующую лигу если что-то имбови чем это не будет я потом еще по тесту какие-то другие скиллы на чем-то может какие то есть еще с энергией и если не занервят только как лигстартер этот остается на 200 процентов прям я был в восторге плюс это разнообразие и новинка а когда ты этим не играл вообще не играл никогда и не играл там три-четыре года если это имба еще прет жестко и это еще лучше потому что все равно одно и той же лига когда ты стартуешь одним и тем же ну не такие меньше интереса когда это новое это еще короче приятно